Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 841. События дня. Псалом 40, 12 стих. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки. За 3 апреля 2018 года. Вот иногда говорят золотые стихи, надо запоминать. А как узнать? Я не могу объяснить, но я понимаю, это ко мне и очень важно. Это в 1962 году я первый раз, когда стал считать, у меня, я не знаю, сейчас Новый Завет, и там Сталтырь уже появился, я на корабле был в это время. Я считаю, вот я понял, что это определитель, со мной или Господь. Враг не восторжествует. Какой враг? Сатана. А если человек верующий был православным, потерял веру, ушел в текто, он еще может сказать-то? Ну да, там хорошо, ни поста, ни креста, ни поклонов. Ну а дальше-то? А меня сохранишь в целости моей, то есть в целости душевной, телесной, и поставишь перед лицом твоим навеки. Это уже желание, о чем молимся. Андрей А. Мир вам, Игнат Тихонович. Благодарю за приглашение. Для меня это неожиданно и большая честь. От вас я далеко, в 3692 километра по автодорогам. Но когда я смотрю ваш канал на ютубе и слышу ваши пробования, то и вы как будто рядом. Молюсь за вас. Вспоминайте и вы меня у себя на молитве. Благостаю Господа, Андрей. Помолитесь, чтобы Господь Бог дал мне разумение в святых писаниях, и по его великой милости быть Вадимом Духом Святым. Я вот никак не могу тебя приучить, чтобы... Святых писания. Уже буква их у тебя намертво отсутствует. Если тебя кто-то будет переписывать, ты бы насчитывал что-то, ему никогда не переписать речь твою, потому что заеденное окончание. Я один раз сказал, ты старайся это уже. Я это Игорю не говорю же Дебунову-то, но я тебе говорю. Я не говорю это. Потому что он считает ясно, четкое окончание проговаривает. Севастьян это так же. А этот человек даже не замечает. Вот бывает человек так говорит, а потом вот так вот в конце. И никого нет рядом, чтобы подсказали ему. Я вижу, вот Путин даже бывает язык высовывает. Притом говорит нормально, потом раз в губы за... Раз губы как бы закусывает. Зачем? У него же рядом стоят люди или боятся, или почему не сказать. А тоже надо тренироваться, как мы знаем Димаш Фен. Он дергался, говорил и плечом дергал. Подсказали, он повесил тяжелый меч, разделся и как только говорит перед своим микрофоном. Причем дернул, она же до кости просекла ему. Все. Мы с братом, с родным идем. И он говорит так, головой дернет, как будто чуб заматывает. Ну, женщины бывают так, головой крутят, это волосы-то. Я говорю, а зачем ты делаешь? А что делаю? Ну, вот так. И говоришь, а я там был... А вот так, да нет. Ну, давай, я тебе буду подсказывать. Хорошо. Я только полминуты прошло, он опять, а мы идем дорогой на работу. Ах, как? Я говорю, давай договоримся так, раз не понимаешь. Как только ты засасываешь губу в воздух, я тебя буду бить по спине. Ладно. То есть он согласен. Вот только прошли минуты. Он тут же забыл опять о важном, что-то для него, кажется, рассказывать. Иосиф, звать его. Я его по спине как хлобыснул кулаком-то. А что такое? Я говорю, а ты сейчас? А где? Пошли дальше. Ну, видимо, я его раза два-то проехался по спине-то. А на третий раз он... И сразу от меня отшатнулся. Первый раз заметил. Вот и так учить надо, драть надо. Русского мужика. Как Фёдор Карамазов говорил, братья Карамазова-Достоевского. И здесь я тебе говорю, окончание заедаешь. Говорят, да это Бог, сказал. Бог. Букву Г не проговорят, а Х. Бог. Но это Бог сказал. Вот так произнеси, чтобы видно было, что это Бог. Не Бог твой. Не Бог. Х. И так дальше. Вот он человек этот сказал. Я из него тоже беру для себя. И он просит помолиться. Он не думал, я пригласительную, как бы послал некоторым людям, что у нас Пасха будет с 10 считать в субботу. А потом у нас тут служба с 12 уже ночью начинается. А до этого читали два часа или больше Деяния Апостолов. Потом трапеза, детский концерт. Ну, разъезжается по домам, а кто-то останется ночевать. И вот он на этом мне так ответил. До одного километра высчитал. Екатерина Тинникова. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Я... Тихонович, поразнеси, чтобы было сейчас слышно. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Вот. Еще у тебя появилось. А то я тебя хлопотну по спине-то. Я знаю, как торжественно встречается Пасха Христова в общине. С какой радостью и ликованием. Каждый год это наблюдаю, когда смотрю ролики. Это не толпа разных людей, собравшихся в церковь. Вот она... Я сразу понял, там, где она бывает, эта толпа, именно говорит о том, что видит. И она-то уже узнала, тем более знакома с протестантами-баптистами. Ну, ей тяжело. С которой и не разделить вместе радость наступившего праздника. Поэтому я бы с радостью хотела встретить Пасху в общине. Но, к сожалению, не могу попроситься на Пасху к вам, так как работаю. А до этого не могла в институте учиться, не может. Работает, не может. Видишь как. Я прошусь приехать летом, помогать в лагере. Да. Я пишу. Вы нам любезны всегда. А об эту кнопку нажмешь, она съедает буквы. Не увидал даже. Наталья Чернова. В прошлом году у нас с сыном Илюшей была у нас в гостях. Лагеря-то нету. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Я после знакомства с вами стал так страшиться того, чтобы не причаститься недостойно. Теперь после этого рассказа еще больше. Я рассказал, как и что, как Иоанн Златоуст говорит, какая беда. Нигде нет никакой беды, что если человек не будет каждый день причащаться. Нет этого. А наоборот, все наказание, эпитемья в том и заключается. Что от причастия отлучает. А сегодня гонят. Перевернули все, попы. Игнатий Лапкин. Все церковные правила сырово карают. Очищают эпитемьей. При нарушении канонов человек делается недостойным даже входить в храм. Непосредственно во время божественной литургии. О, четко. И никто не позволял нарушать каноны. На то нет даже намека. А вот он нарушает. А что это старые каноны, то есть попы, разбойники, разбойники. Пираты захватили корабль. Ну, правила какие-то придумали какие. Главное сердце, сердце. Значит, те полторы тысячи епископов, которые были на соборе, это без сердца. И придумали новое слово и экономия. Экономия. Экономию они не умеют. Тратят в один день все. А то экономия, то есть послабление. Кто нуждается в этом послаблении? Ни на дорогах, нигде. Вот сейчас, ну, сгорели ребятишки-то. Кемерово там, какой там центр у них. Я не знаю, как они его называют. Театральный или какой центр-то. Так что теперь, раз сгорели? Двери убирать будут? Нет, еще строже. На первый этаж перенести. Смотреть, чтобы решеток не было. Без старших не находились. То есть еще строже. У нас зять Владимир. И он говорит, вот как только работает на электровозе, машинистом. И как только случится авария, где-то в Курске, ну, в России где-то, опять новые, говорит, экзамены сдаем. Ну, замучился, говорит. Ну, у меня нет ни одного нарушения. Ну, закон такой. И вот на меня сколько нападали в лагере. Там где-то не так. На крышке эмаль отскочила. Здесь гибнут. Я понимаю, когда от президента было указание все лагеря проверять. Это и надо. Ну, проверили. Так проверить и все. Они бы сказали, смотри, денег не тратят. И гигиенятся здесь. Живут нормально. Об этом пишут комментарии люди. Радуются. Веселые. Ни одного больного ребенка нет. И вот они. А их 110 тысяч набрали в Роспотребнадзор-то. Им надо оправдать. А получают они ниже. Я получаю сейчас пенсию 8 тысяч. Но они же не 8 получают-то. Это 10 дивизий. И у нас все это заснято. И вот как они вели себя. Ну, теперь-то уж. И каждый раз. Там утонули ребятишки на Узовском море-то. Проверка. Теперь мы сделаем не утонут. Утонули еще 14. Теперь сделаем не утонут. Не утонут, сгорят. Так уже сгорели-то 40 с лишним ребятишек. Траур-то не просто здесь, а в других странах. Везде несут к посольству игрушки и прочее. Почему? Ну, что тут непонятно. Великий пост. Согласны? Ну и что? Дети отходили, причащались, говорит. Я сказал, наверное, все неверующие были. Да откуда вы знаете? Тут больше половины верующих православных. Тем более, раз знали. И опять заглохло все. Жириновский все сказал. Там надо двери открыты, замки эти там менять, чтобы не заржавели. Я, говорит, когда где бывают, там, ну, не больше как на второй этаж гостиницы. А, да, и сразу у него охрана идут, проверяют отступление. Вот это правильно все. Ну, дальше-то сколько ты не берегись, там все равно умирать-то. А как? Богу довериться. Пришел на новом месте, совершил какой-нибудь канон, прочитай, слава Богу, за все или что-то. А то ничего нету. Трепется там про разных-то, герасимов, да все. Шут гороховый. Никак не больше. Придворный шут. Ни слова не скажет спасти душу. И самого-то не две тысячи. Пишут, сколько машин, сколько квартир, и сколько Матвиенко получает. Валентина. Это страшно сказать. Ежемесячно. Зарплата идет десятки миллионов. Ну, куда есть только-то. А мы за свой счет дороги делаем, тут провода проводим. И дальше. Эпитимия. Эпитимия. Эпитимия, да. Церковное прещение. Наказание для очищения и приведения в чувство. И по слову святого Иоанна Златоуста, если священник не налагает эпитимию для обуздания грешника, он этим губит и себя, и того, кого прежде срока допускает до причастия. И вот женщины-то в церкви-то стоят там больше половины, говорят, на вторую букву алфавита. Без мужей, детей, блудят. Просто ужасно, что. И если один аборт она сделала, или она живет в блуде от восьми до десяти лет, я хотел бы узнать, где это сегодня соблюдается. Где? Покажите. То есть попрали все каноны, законы. Какое? Православия-то никакого нету. Фальшь одна. А у нас соблюдается это. Он даже бороду подстриг, два года за дверями стоит. Гулял там или что-то еще, тоже два года. Каноны. Каноны попраны. А без канонов православия нету. Главнее развратителей канонов и насадителей духовного и плотского разврата являются Осиповы, Смирновы и прочие неверующие горе-руководители. Овцы рассеи развеяны по холмам и горам. Нет у них истинного пастыря. Исайя 42, 22. Но этот народ разоренный и разграбленный. Отняли каноны у них. Она разорлена и разграблена. Все не связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычей и нет избавителя. Ограблены и никто не говорит, отдай назад. Отдай назад правила. Библию отняли. Люди ничего не знают. На них уже был смерч и бич Божий при восстании. Захария 2, 2, 9. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Савов послал меня. Иезекииль 34, 20. Посему так говорит им Господь, Бог. Вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою. Гордеев Михаил, Экклесиаст, 1 глава, 13 и 18 стих. Читая Экклесиаста, я успокоился этими стихами. О, 1 Экклесиаста, 13 и 18. А ну-ка посмотрим. Это, может быть, тоже надо нам утешиться. 1 глава. Так. Экклесиаст, 13 и 18. 13-й. И предал я сердце моему тому, чтобы исследовать и испытать мудрость, мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Ну, я его жизнь знаю. Теперь что он, как и сердце своем восследует, что он напит, накурит, все на практике. В 80 с лишним лет он все познает и познает. Да у тебя мудрость, это какая мудрость-то? Сколько их там жен осталось и прочее? И 18-й. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорость. Ни того, ни другого никогда не имел. Ни мудрости, ничего нет. Но нашел, этим успокоился. Успокоился. Главное, что Осипов одобряет все. Бриты, курить можно, посты не соблюдать. Ничего нет православного-то. Ну, вот успокоился этими стихами. А в этих стихах ничего и нет на том, чтобы жил. Дальше. При моей никудышной памяти и склад у Мишка не аналитический. Куда мне? Вот, это уже понимает маленько. Вот видите, и мы с ним разговариваем. Он, что попало, колобродит. Я оставил, пошел своим... А он даже не видит, что меня это... Где, с чего ждет, а другие... Во, Игнатия он как загнал. А он потом на следующий день говорит, ой, что я говорил-то? А я перед этим полный стакан только водки выпил, говорит, и вылез тут. Полный стакан водки. А потом, чтобы не пропадало, остатки допил. А люди-то, ой-ой-ой... И даже не понимают, что он пьяный сидит. Вспоминаю сейчас беседы на 2-й строительной. В 74-м году. Сколько мы уже лет и знакомы? Уже 41 год. Так? 74-й, даже больше. Ну, 74-й, давай добавим. 54. А? 54, наверное. В 74-м году до 2000-го сколько там? 26-й, да. 26-й и 18-й сколько? 44-й. Во! 44-й, да. Все удивлялись твоей памяти на священное писание. То есть тогда удивлялись. В 74-м... Так, теперь я в 62-м пришел, а то в 74-м уже что, сколько лет? Все... 12? 12-ть лет. И уже я знал. И все удивлялись. Все, тогда уже все удивлялись, почему Библия из рук не выходила. Ни одним этим порохам, в которых он плывет, я вообще даже на запах не знаю. Так, ты говорил о богодухновенности писания. Ни одна черта иота, и я верил, а теперь сомневаюсь. Вот он сомневаюсь. Так это твое дело. Наслушался православных богословов, ученых. О себе говорил. Об ученых каких-то богословов-то? Осипов. Главное, его кумир, идол. Новый Завет не то, что буквы. Стихи или отсутствуют, или вообще заменены. Вот как. Значит, не знали переводы. Четыре духовные академии переводили, сенот одобрил, а он и знает. То есть это неправильно заменено, то есть полностью обольщен сатаной. И с какими подлинниками сравнивать? Да. И что есть подлинники? А у него, я будто подлинники, как будто подлинники, подлецы какие-то. Самой ошибкой выявил себя, рога и хвост вылезли. Я отношу это все на ошибки человеческие. А что относишь-то, когда не знаешь? С чем сравнивать? Ни одного языка не знаешь, ни одного слова не знаешь. Жизнь прожил в грехе. Я человек страстный и подал в страстный. И слабый. И слабый. Переписчик выполнит любой приказ. Приказ выполнит. Где ты это видел? Когда сравнивали. Четыре духовные академии. Переводчики какие есть у нас уже? Дороздов, Филарет, Архимандрит, Макарий, Глухарев, канонизированные, святые. Лучший в мире перевод. И вот кола бродит все время. Страха никакого нету совершенно. 2018-го, не то 15-го, а может 20-го, 20 лет от Рождества Христова. Но теперь он, я скажу, а какой на самом деле-то год? Какое? То есть он находит все время себя оправдание. Но я не один, это все так знают Библию. А где правильно? Не знаю где, поэтому исправнять не надо. Ну, прельщенный и обольщенный. Не на дьяволе, как Иоанн Новгородский, а дьявол на нем летает. Я уверовал, когда услышал первый раз Священное Писание. И для меня оно остается тем же. А тогда вверху и что говорил, кола бродил? Каким оно остается? А кем же и раньше ты в него не верил? Если такое, по сегодняшнему дню. Тебе много дано. Не дано. Считай слово. Так оно непонятно, я не знаю. Ну, как непонятно. Тебе много дадено. Дадено, да. А что, это слово есть? Да, это да. Старинное выражение. Оно даже красным не выделяет его. Да и сам ты архитрудолюбив. Ого. Народом много учил и продолжаешь учить. С тебя за это спрос будет. Вот, будет спрос. Мне, я думаю, проще за свои грехи отвечать. А может, это самообман? Все время это червячок тощий. Значит, Затауст много учил, Павел день и ночь. Во время, не во время. С них много спросят. А этот, нет, пьяный отлежался, проспался, подрался, пришел. Все. Получку, дом пропил, прошел. Проиграл где-то в тоталитарной эти, ну, там, на лошадиной, на ипподрома или где-то. Сколько, миллионы просадил там. Игнатий Лапкин, только не потеряй, не сотри случайно, никак не моги сего допустить. А на Пасху Христову не желали ли побыть с нами ночку с 22.00 в субботу? Потом похристосуемся. Трапеза и концерт приглашаю с поклоном. За вами заедут, привезут и домой отвезут. Трезво утром, раннем воскресенье. Михаил, благодарствую, не могу обещать, и в больнице не долечили, и сейчас привязан к аппарату дыхания. Хобл обострения. Ну, что-то там такое. Причина неправильного, причина неправильно принимал лекарства дома. Врач не от Бога. Не научил, как и сколько, и по времени приема процедур надо было в два раза больше. Опять, виноват врач, что другое болеет. Что спрашивать, 84 года уже. Игнатий Лапкин, тут ты получишь такой заряд здоровья, что все твои порошки, таблетки забудешь. Ты вовсе уж маловерующий. Это Осипов тебя таким кроликообразным сделал. Довел до гробовой доски без радости. 2 Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. И сделался Осипов болен ногами. Михаил болен ногами. На 39 году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Прямо все подходит ему, Михаил. Ну и другое. Не пренебрегай врачом. Пошел на ингаляцию. Все. Игнатий Лапкин. Трухлявый пень. Дольше живет, как и скрипучее дерево. Наша бабушка по отцу Евдокия, Евдокия, так говорила. Ну как Евдокия. Ну Евдокия, конечно. Евдокия, да. Отрезали ногу одну. Курит. Отрезали вторую ногу. Курит. Руку отрезали одну. Курит. Вторую отрезали. Курит. Прыгал на ногах. Все. Рустам. Огромное спаси Господи вам, Игнатий Тихонович, за ваши сладчайшие книги, включая толкование на Евангелие Блаженного Фефилакта Болгарского с вашими комментариями. Действительно, когда имеешь такое божественное духовное наследие с толкованиями отцов церкви, с вашими комментариями, наработками и прочими материалами. Материалами. Да. Чувствуешь себя богатым и уверенным в себе. Ну кто Михаилу это скажет-то? Я опять говорю, приглашаем, тебя привезут, побудешь. И он каждый раз как будто просится, вы небось меня отрицаете, братом не хотите назвать. Да зачем тебе это нужно-то? Ну и что дальше-то? Ну а дальше-то опять на месте. Он что-то боится. Потому что здесь ему не позволят безобразничать. Надо сидеть, молчать, слушать. А он никак. Брит и ладно, уже на все пошли. Вы же все по крупицам собирали. Это колоссальный труд. Ни одного дня, недели, месяца и даже года. Вы трудились над этим более полувека. Да. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Александр Андрусенко. Это он Сергей Козлов парализованный. Он меня скинул в свою переписку, дескать, посмотрите. Александр Андрусенко. Сергей, ты меня на ютубе заблокировал? Александр Андрусенко. Дорогой брат, нехоро... Слава Иисусу Христу. Нехорошо христианину отмалчиваться. Если ты отказываешься от общения со мной, так прямо и скажи. Я оставлю тебя в покое. Ну как? Откуда ты узнал, что нехорошо отмалчаться? Христа спрашивает, он не отвечает ни одного слова. И святые это, не знают он, жития святых даже. Они думают, запутают над Богом и отвечают, я христианин. Давно уверовал, я христианин. Да кем-то у них, попом, я христианин. Казнили и все. А то нехорошо. Наоборот, это хорошо. Сергей Козлов. Чем больше я промолчу, тем меньше ты нагрешишь. Александр Андрусенко. Я чист перед тобой. А значит, и перед Богом. Ну это вообще не додумаешься. Я перед тобой чист, а значит, перед Богом. Ну перед Богом-то разве так это все выглядит-то? Там все по-другому. Сергей Козлов. Не обо мне речь. Далее молчу. Александр Андрусенко. А с кем я согрешаю? Поясни. Сергей Козлов. Мне запрещено пока с тобой говорить. Прости. Слово пока все взял. Александр Андрусенко. Если я согрешаю, ты обязан меня по писанию обличить. Если против ничего нет, то молчание это уход от правды. Отход от правды. Ну просто колобродит тоже. Ну какой уход от правды. Ну что отвечать-то? За каждое слово отвечать. Я вот тысячи комментариев, я ни на одно не отвечаю. Еще. А вот вы удаляете, которое хорошее. Но он совершенно не о том говорит, зачем он нужен. Он все время богохульство говорит. Я буду держать. Зачем? У меня для этого власть дана. Для этого кнопка есть. У тебя ее нет. Это мой ресурс командовать. Это я говорю к Андрусенко. И он считает, это лукавство. Сергей Козлов. Господь обличит тебя. От меня ты ничего не примешь. Высоко взлетел. Сергей Козлов. Господь обличит тебя. От меня ты ничего не примешь. Высоко взлетел. Александр Адрусенко. Ты за меня все решил. Я тебя не про догматы православные... Нет, где ты решил? Где вопрос? Вот не вопрос. Ты за меня все решил. Да. Ты за меня все решил. Я тебя не про догматы православные спрашиваю, а о грехе человеческом, о которых ты пишешь, боясь, чтобы я не согрешил. Сергей, ты, брат, перестань увиливать. Будь честен. Я ушел из церкви с разными негодяями. Я Андрусенко говорю. Сва, то другое, мерзостные просто люди. Мерзавцы. На Троицу нападают, все богохульничают. И лезут с кем я знаком, они там пакость разводят. И он не видит ничего сейчас, совершенно ослепленный. Ну ты-то кому пристал-то? Ну, Деодор, епископ, митрополит, что-то сказал не так. Так тебе выше награда. Не перенес. То есть, не привучен к тому, чтобы говорили с ним по-другому. Он очень добрый, Александр-то. Очень добрый. И там что-то построил там в церкви, а его не оценили. И он заколбасил вот так. Если есть, в чем меня обвинить конкретно, по текстам, которые ты удалил, обвини по Писанию. Ну, что по Писанию, когда с еретиками знаешься, купаешься, против церкви идешь, тебя обвинять не надо. Ты еретик самого худого пошиба. К бопистам не пошел, никому. А этот, что попало колобродит, он нигде не может ужиться. Там дмуха, вот эти вот они вместе. Всякая мерзость к тебе пришла. Подряд все сжираешь. Обличить тебя обличать не надо. Ты еретик. А так ты просто голословно пачкаешь меня. Тебя уже не запачкаешь. Ты гвоздаешься в этой блевотине чуждой. Внутри где-то мира этого. Полностью все потерял. Принимал крещение, потеряю, и приезжал. Ты же таким не был. Изменился ты не из Сергея, а ты. Но за это тоже тебе надо будет ответить перед Богом. Пачкаешь меня. Не боишься? Ты пачкаешь меня. Это вот меня когда судили, то говорили, знаете, вот вы позорите, вот говорите, что советской власти тот нет другого. Я репрессированных речь шла. А Валю Шитикова, когда встали, допрашивали, она говорит, позорную женщину ничто не может опозорить. Так и государство. Ох ты, Сергей, и запутался в лукавых гебрях. Очнись. Посмотри честно правде в глаза и вернись на путь христианский. Время коротко. Вернись назад Сергею, который столько страдает, мучается, писание знает. Нет. То есть никак. Для начала перестань неевангельскими учениями людей вводить в заблуждение. То есть он ясно, что он не в заблуждении. А с кем зависит? Алиэк, сват. Всякие пакости собрал на себя. И все нормально. Когда пост соблюдал, нет. Церковь признаешь право стал? Ну, нет. Какие заблуждения-то у него? У Сергея-то конкретно, это укажи. А вся церковь неправильная. Ну, тогда тебе надо к Герману Стерлигу укатиться там, найдя этого Славика. То есть ты найдешь обязательно? Примеры эти я тебе указывал в комментариях, ссылаясь на писание. И еще. Только Лукаста заставляет людей оставлять хвалебные комментарии и удалять обличающие. Обличающие. Мерзостные. Дохлые. У них еще этого нет. Обличающие. Да тебя еще обличать-то. Тебя обличать не надо. Ты вне церкви. А вне церкви-то или идти с собой разговаривать не о чем. В этом ты хороший ученик лукавого поступающего. Не лукавого, а лукавого поступающего. Лукавого. Поступающего Инатия Тихоныча Лапкина. И Т.Л. Еще раз прошу. Остановись. Ты сознательно грешишь. Это смерть. То есть сам в смерти находится. Не постанет ничего. Не причастие. Ничего нет. Все вышел. Сатана вышел просто с мозгами. Дальше. Я ему отвечаю. Игнатий Лапкин. Он меня спросил. Что делать дальше? Молчи и далее. И молись дальше об этих жертвах дьявольских. Иуда 1 глава 12 стих. Это безводные облака. Носимые ветром. Безводные. Ничего там нету. Они никого не могут привезти к спасению. Их ветром носят туда и сюда. Ну к адвентистам пойди. Там все-таки утряслось уже. Нет. Отдельно. Ну таких отдельно-то миллион может быть разных сект. Даже не секта, а так. Шатохи. Беспривезные собаки. Осенние деревья. Бесплодные дважды умершие. Бесплодные дважды умершие. Исторнутые. Исторнутые. Бог вырвал и выбросил. Свирепые морские волны. Вот они свирепые есть. Пенящиеся с рамотами своими. Звезды блуждающие. Которым бледется мрак тьмы навеки. Ну который в церкви он не блуждающий. Он твердо держится. Даже в секте держится. А это ничего нету. Все. Бог покинул. Игорь Добунов шпаклюет. Никита Колесников карты молюет. 03-04-2018. Спросили, где Никита, чем занимается. Я Володе попросил. Что-то один день не получилось там. Ну я говорю, вчера ты спрашиваешь. Игорь, иди, Игорь. Игорь, смотри, он там рисует карты. Очень дорогое такое. Ну и вот надо показать наши ресурсы. Вот это мой мир. Я очень не люблю это. Ну перестала тут система пропускать. Копировку из Ютуба. Вот наш большой православный форум. Вот этот самый. И наш православный видеоканал во свете Библии. Ну еще что, большой во свете Библии православный библейский сайт. Какие у нас ресурсы. По чужим не лазим никогда. А что я буду смотреть? Своего тут достаточно. Ну и немножко надо взять. Наверное нету еще время, это полчаса. Есть. Уже есть? Да. Да, ну как так? 34 минуты уже. Ну ладно тогда, на сегодня все. А чего вы хотели? Вопросы? Ну я из вопросов хотел хоть один. Ну давайте. Ну давай тогда. Сейчас у нас идет о деньгах. Это из сайта. Мне вопросы в университетах, по радио задавали. Вопрос 859. Второй том открытым оком. На работе не выдают деньги без ИНН. Что делать? Куда обращаться? Сказали, что уволят с работы, если не примешь ИНН. Это мне вопросы задают запиской. Я отвечаю. Ответ. В первом томе открытым оком дается пространный ответ. Кратко. Не уволят и деньги выдадут. Это вас просто пугает. А если будет иначе, то подавайте в суд. Это так интересно одерживать победу. Это я отвечаю студентам, преподавателям, которые стоят. Маленький ответ. Ну почему? Он не маленький. Открытым оком. Но тут неправильно. Надо три точки и с маленькой буквы. Потому что это середина вырвана. Ну вот. Еще маленький вопросик можно. Вопрос 861. Второй том открытым оком. Не грех ли деньги класть на сберкнижку, чтобы собрать на похороны себе? Ответ. Не грех. Тавита 4.1. В тот день вспомнил Тавит о серебре, который отдал на сохранение Гаваилу в рагах медийских. Исход 22.7. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. Второе Маковейского, 3.15. Священники в священных одеждах, подвергшись... Где подвергшись? Ты букву Д подставил, то зачем? Это же разное совсем. Повергшись. То есть упали, распластались на земле. Виноват я. Перед жертвенником взывали на небо, чтобы тот, который дал закон о вверяемом святилище имуществе, в целости сохранил его вверевшим. То есть как Сбербанк был. Храм туда приносили, отдавали там охранники. Второе Маковейского, 3.22. Они умоляли Вседержителя Бога, вверенное сохранить в целости вверевшим. Видите, как вот. Представь, сколько вот я отвечаю. Не грех. И далее. Тавита привожу раз. Исход два. Второе Маковейское три. И второе Маковейское четыре. Четыре места писания. То есть отдавали на сохранение. Тогда был такой банк. Так. Если случатся какие-то проценты, то заранее обреки их отдать на нуждающихся. Ими не воспользуйся. Сберкасса только для сохранения. Вот ответ. Простой ответ. А какой ответ дать? Я знаю, что от которой выходят, там Осипов, там Ткачев, они никогда не ответят по писанию. Не отвечают вообще. Они много знают и дальше строчат, как говорится, из прорезанного мешка дырявого проса сыпется. Вот еще могу даже один вопросик дать. Вопрос 1183. Вот заметьте, я хотел бы узнать, но я не знаю, но может кто знает, вот допустим, много ответов дает там Осипов или Смирнов. Где они у него? Как можно найти вчерашний? Какой вопрос? От кого? Я вот у меня задаю вопрос, люди рядом сидят в университете. А ему все сидят, разговаривают, там голос слышен, они никого не видят. Я их ни одного не видел, чтобы они работали, где-то ничего не видно, нигде. То есть, вот только одно он сидит и все, поэтому никакого интереса-то и нет у людей. Третий том открытым оком. У нас с братом возник спор о плате налогов государству. Я говорил, что государство грабит, а он говорит, что надо отдавать все, ничего не утаивать. Объясните, по Писанию, сколько надо платить. А если на базаре торгуешь, надо ли регистрироваться и платить грабительские налоги? И вот заметьте, я тут ответы даю, и вот смотри, какой ответ. Давайте посчитаем, какой ответ. Посмотрите, Смирнов может так отвечать будет, да нет. Люди не ко мне пришли, они хотят узнать волю Божию. Итак, первое. Римлянам 13.7. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. И главное, честь понятно. А кому страх? А как страх, то есть бояться положено. Бояться. А не будешь тебе наручники наденут и отправят. Первое Маковейское 11.34. Итак, мы утверждаем за ними как пределы Иудеи, так и три области. Аферему, Лиду, Рамафем, которые присоединены к Иудеи от Самарии, и все принадлежащее всем жрецам их в Иерусалиме, за те царские оброки, которые прежде же годно получал от них царь с произрастания земли из плодов древесных. Первое Ездры 4.13. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Вот три места писания и далее. Первое Ездры 4.20. И чтобы были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречием, и им давали подать налоги и пошлины. Первое Ездры 7.24. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, ни финеев и служащих при этом в Доме Божием не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Второе Маковейского 11.3. Храм обложить налогом, подобно прочим языческим капищам, а священноначалие сделать ежегодно продажным. Вот как. Второе Ездры 8.22. И еще говорю вам, чтобы на всех священниках и левитах, и священнопевцах, и привратниках, и служителях храма, и на писах всего храма не было никакой дани или другого налога, и чтобы никто не имел власти налагать что-либо на них. То есть это разные законы в разное время. В Библии слово «оброг» встречается только два раза, и слово «налог» пять раз. Они здесь все представлены. Постарайтесь внимательно их рассмотреть. Этот вопрос поднимался перед Христом под словом «подать». Первое Маковейского 1.29. По прошествии двух лет послал царь начальника подойти в города Иуды, и он пришел в Иерусалим с большой толпой. Первое Маковейское 3.29. «Но увидел, что истощилось серебро в казнохранилищах, а податьи страны скудны по причине волнения и разорения, которые он произвел в земле той, уничтожая законы, существовавшие одни и древних». Первое Маковейское 3.31. «Сильно озабоченный в душе своей, он решил идти в Персию и взять податьи со стран и собрать побольше серебра». Первое Маковейское 10.29. «Ныне же разрешаю вас и освобождаю всех иудеев от податьей и пошлины с соли и свинцов». Первое Маковейское 11.28. «И спросил Янафан, царя, освободить от податьей иудеев и три области и Самарию, и обещал ему 300 талантов». Второе Ездор 2.19. «Итак, если этот город будет отстроен и стены его окончены, то они не только не согласятся платить податьи, но и восстанут против царей». Второе Ездор 6.29. «И чтобы исподать ей кели Сирии и Финикии, исправно давалось для этих людей на жертву Господу, князю Зарвавилю, на тельцов, овнов и ангцев». Второе Царство 19.42. «И отвечали все мужи иудины израильтянам за тем, что царь ближний нам, и за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки? Или от податья освободил он нас?» Второе Царство 20.24. «Адорам над сбором подлитей Иосафат, сын Ахилуда, дееписателем». Первое Ездор 6.8. «И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того Дома Божия, и именно из-за имущества царского, из-за речной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась». Ниемия 5.4. «Были и такие, которые говорили, мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших». Матфея 17.25. «Он говорит, да, и когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?» Матфея 22.17. «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Матфея 22.19. «Покажи мне монету, которую платится подать». «Они принесли ему динарий». Луки 23.2. «И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Римлянам, 13 глава, 6-7 стих. «Для сего вы и подать, и платите, ибо они, Божие служители, всем самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь». «Фараон всю власть отдал прекрасному Иосифу, человеку глубокой веры и справедливости, и он наложил на весь Египет налог». Бытие, 47 глава, 24-26 стих. «Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеянии полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». «И поставил Иосиф в закон земли египетской даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону». Левит, 27-15. «Если же в посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его». Левит, 27-19. «Если же захочет выкупить поле, посвятившее его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и она останется за ним». Левит, 27-27. «Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей, числа 5-7, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». «Как сейчас в России». «Люди научились тысячами способов не все отдавать мытарям, налоговым инспекторам. Нам заповедано быть мудрыми, но не хитрыми. Если возможно с вашей стороны, то постарайтесь это сделать. Освободиться. Не платить свыше 20%. 1 Карифинов, 7-21. «Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Но только никогда, нигде, ни под каким видом не допускайте лжи. Ибо всякая ложь от дьявола». Евангелие от Иоанна 8, 44. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Это, кажется, первый стих, который я заучил наизусть. «В житиях святых описывается случай, когда христианин решил воспользоваться льготой при купле-продаже, то есть уменьшением налога на базаре, какую мусульмане давали своим единоверцам. И он оделся в их одежду. Но обман был обнаружен, и он претерпел мучения». Можно жить-прожить, и просто так, налегке, шутя, как говорится, пролететь через жизнь, как тот сквозняк, ни за что, ничем не зацепиться. Мимо всех пройти, как ни при чем, и не приласкав, и не обидев, не задев ни мыслью, ни плечом, словно не заметив, не увидев. Может быть, так жить и хорошо, меньше, мол, и горечи, и боли. Только что же станет, станется с душой, с мыслями, и чувствами, и волей? Человек для ближних сотворен, хоть и сам в себе оригинален. И без ближних жить не может он. Это Бог решил еще в начале. И такую тягу заложил в сердце человека, что невольно. Где б ни жил он, как бы он ни жил, одному ему тоскливо, больно. Даже и подножки, и пинки нам нужны и пользу причиняют. И о том, что люди нам близки, неизменно нам напоминают. На душе неизгладимый след нам оставлен каждой новой встречи. Друг прошел здесь, родственник, сосед, причастив к семье нас, человечьей. Есть еще и совершенный путь, беззаветный ближнему отдачи. Только им немногие идут, да и не для всех он предназначен. Там идут два поприща, когда только об одном их попросили. Грош последний могут там отдать, посетить не только на могиле. Там падение ближнего, беда, чистого сочувствия основа. Для святого спорого труда там друг друга поощрять готовы. Нам же еще нужно дорасти, до того святого состояния. Нам хотя бы только не пройти, мимо наших ближних без внимания. Только через жизнь не пролететь, налегке, шутя, как говорится. Никого с собой не задеть, ни за что ничем не зацепиться. Вера Кушнир. Вот нам что это дано и что мы это взяли. Но на этом я считаю все на сегодня. Да, это точно. А так вот один спрятался, монах сидит где-то. Над ним как раз и исполнится это. Вот там Надежда Васильевна щебарничает что-то.